МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Патриоты в лагерь для детей. Кто-то поехал в Крым, ну а кто-то находился в Подмосковье, посетил лагерь Наукограда. Обо всем этом сегодня ребята подробно расскажут. Но мне бы хотелось, Наталья Вячеславовна, чтобы сначала вы взяли слово и рассказали о том, как организован был этим летом отдых наших одинцовских ребят. Мария, здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые зрители. Действительно, подготовка к летней оздоровительной кампании начинается задолго до наступления самого лета. И администрация Денцовского муниципального района, правительство Московской области предлагают огромное усилие, чтобы финансировать отдых наших ребят не только на территории Денцовского района Московской области, но и на территории Российской Федерации, в том числе в Крыму. В этом году выделено более 20 миллионов рублей на приобретение, согласно конкурсным процедурам, путевок в наши лагеря, которые мы отправим наших ребят. И отправили уже очень многие из них отдохнули. Всего в этом году будет находиться в лагерях, загородных лагерях, 465 наших школьников. Из них 171 ребенок будут отдыхать в городе Саки, в лагере Артквест. Это республика Крым. 115 ребят поедут в Подмосковье в лагерь «Наукоград». И 110 школьников попадут у нас в лагерь «Премьера», который находится в Краснодарском крае, в городе Анапа. И в этом году еще 86 школьников отдохнут на территории Одинцовского района, в парке «Патриот». Это лагерь настоящих героев. Здесь есть и мальчики, и девочки. 86 школьников, из них 25 девочек. Они еще впереди, у них все летнее удовольствие. Они поедут в августе месяце. А мальчишки уже съездили в лагерь. Я думаю, что они обязательно очень интересно об этом расскажут. Но ведь не случайно уже на протяжении многих лет вот эти лагеря так активно заполняются нашими ребятами. Не случайно выбор пал именно на них. Ну, еще раз повторю, что это конкурсные все-таки процедуры. Это сами лагеря выходят на наши конкурсы. Но, естественно, мы очень внимательно смотрим к подбору мест отдыха наших детей. Здесь должна быть и содержательная воспитательная программа. Обязательно должны быть созданы все условия безопасности наших ребят. И очень хорошие условия для питания наших детей. И требования СанПИН по лагерям с загорным лагерям обязательно должны быть соблюдены. Ну, я знаю, что вы и в прошлые годы, и, конечно же, в этот сезон активно выезжали, посещали все эти лагеря, смотрели, как устроились наши дети, как проходит образовательная программа. Вот в целом, вот все этими проверками вы остались довольны, Наталья Вячеславовна? Безусловно. Безусловно, наша душа спокойная, наши дети вкусно едят, хорошо отдыхают, интересно проводят свой досуг. А вот как они проводят, сейчас ребята сами расскажут. Антон, ты не выезжал за пределы Одинцовского района, ты отправился в Парк Патриот, и, я думаю, не случайно, наверняка хотел попасть именно в этот лагерь. Расскажи, как попал туда, делись своими впечатлениями, как проходили твои каникулы? Когда приехал в Парк Патриот, меня сразу же встретил мой вожатый. Этого вожатого зовут Сергей Суханов. Ну, вот твои первые впечатления, вот то, что ты ожидал, к чему готовился, наверняка собирал какую-то информацию, что-то смотрел в интернете, что-то тебе, наверное, рассказывали преподаватели, друзья, знакомые. Ожидания оправдались? Ожидания, конечно, оправдались. Там сразу же, как приехал в лагерь, на следующий день начались занятия, потом концертная программа. Чему вас учили? Антон, ты уже перешел в одиннадцатый класс. Ну, кажется, что, наверное, знаешь и умеешь, ну, если не все, то многое. Но, тем не менее, чему учили в лагере, чему ты успел научиться за это время? Я успел научиться почти всему, но перед тем, как приехал в лагерь, уже научился и разбирать, собирать и автомат, и пистолет. Ну, а также, когда уже приехал в лагерь, инструктора нам показывали, как правильно принимать стойки для стрельбы, упор лежа, упор сидя. Ну, то есть настоящих героев воспитывали в лагере? Да. Такая военная смена на лагере, так и называется, лагерь настоящих героев. А также смену в лагере называется «Школа настоящих мужчин». Ты пришел сегодня не с пустыми руками, здесь огромное количество разных грамот, сертификатов, которые выданы юноармейцу, иноземцеву Антону, тебе. За что ты все это получил? Это мы участвовали в конкурсе, и конкурс у нас назывался «Акробаты». И ты выступал в нем, да? И в этом конкурсе мы выступали и заняли второе место. Сначала для мальчишек был организован лагерь, а теперь поедут только одни девчонки, или это будет смешанная смена? Нет, это будет чисто девичья смена, туда направляются одни девочки, 25 девочек из Одинцовского района. Но, конечно, там прежде всего будет рассказываться о любви к родине, о любви к родине, о любви к своему родному краю, к Подмосковью. И элементы военного искусства там также будут преподаваться нашим девочкам. Я хочу сказать, что прежде всего это поедут самые активные участники юноармейского движения, которые у нас создаются в наших образовательных учреждениях. Помимо ребят из Одинцовского района, другие были ребята из Подмосковья, возможно, из других городов России в парке «Патриот» в эту смену? Или только это была смена для наших детей? Также дети приезжали из Клина. В этом лагере я нашел очень много друзей, а также познакомился со всеми вожатыми и также со всеми инструкторами. А мне интересно, вот ты когда-то раньше бывал в детских оздоровительных лагерях, или это первая твоя такая поездка? Бывал. Это был первый мой лагерь, это было в Хорватии, потом в Наукоград. Наверное, в Солнечногорске, да? Да. Если сравнивать, то чем отличался «Патриот» и что действительно тебе понравилось больше? Мне больше понравилось в парке «Патриоте», так как там больше происходило и рассказывалось о военной тематике. Ну, в общем, то, наверное, чем ты увлекаешься сегодня, да? Поэтому тебе понравилось больше. То есть вот действительно вы стараетесь охватить… Разные плоскости. Разные плоскости. Здесь как раз возможность возмужания для наших мальчиков очень-очень обширна. Ну, тем более это старшеклассники, это вот прям… Я не хочу сказать, что там были только старшеклассники. Ребята от 10 лет и до 15 лет включительно были в этих лагерях. Елизавета у нас отправилась в этом году в Наукоград. Расскажи о своем лагере, как проходил твой летний отдых? Когда я только приехала в детский Наукоград, мне было очень трудно знакомиться с людьми, но благодаря ему я это все преодолела. Чем были наполнены ваши дни? Как строился распорядок? С чего начинался ваш день и чем он заканчивался? Сначала был подъем, зарядка под разную музыку, завтрак, хобби кружки. Каждый шел на хобби кружок, который ему нравился. Потом был обед, тихий час, полник и подготовка к вечерним мероприятиям. Что были за кружки? Что вам предложили организаторы, чему могли и хотели вас научить? Они были простые, но достаточно интересные. Там было рисование, волейбол, баскетбол, вырезание, игра на гитаре. Какие выбрала ты направления, Лиза? Я ходила на волейбол, игру на гитаре и рисование. Когда-то этим занималась или просто интерес проявился именно когда приехала в лагерь? Игрой на гитаре и рисованием я увлекалась до этого, но когда я приехала в Наукоград, мне еще стал интересен волейбол. Ты решила попробовать. Теперь продолжишь, может быть, будешь играть за наше знаменитое Заречье когда-нибудь, Лиза? Нет такого плана? Может быть. Все может быть. Еще один немаловажный вопрос. Как вас кормили? Все ли понравилось? Ну, что было на обед, на ужин, на завтрак? Какое было меню разнообразно? Сейчас прямо вот узнаем из первых уст. Одно дело, когда приезжает все-таки проверка, да, все предупреждены, все знают. А вот ты находилась в лагере. Не всегда, да, то есть есть элемент неожиданности. Конечно, он тоже обязательно должен быть включен. Лиза, как было питание? Мне очень нравилось, никогда не давали одно и то же в день. На завтрак была какая-то запеканка, каша, всегда разная. Ты первый раз вот так проводила свой летний отдых или уже когда-то была в детских лагерях? В Наукограде я первый раз, а вообще в лагерях второй раз. Вот как ты считаешь, нужно ли детям ездить в летние оздоровительные лагеря? И почему? Конечно, потому что дома так не проведешь интересное время, как в лагере. В лагере можно знакомиться с новыми людьми и открывать для себя что-то новое. Какие-то новые компетенции, да? Вот она, самая важная составляющая. То есть дети не только оздоравливаются, не только дышат свежим воздухом. Ну, кто-то морским воздухом, например, да? Кто-то просто свежим воздухом, находясь за городом. Да, они в первую очередь общаются, социализируются и действительно открывают в себе новые таланты. Возможно, Лиза станет будущей звездой волейбола. Лиз, мы будем за тебя только рады, только болеть. Но ты следующим летом куда бы хотела отправиться? Если будет, конечно, такая возможность. Куда бы хотела, где бы хотела отдохнуть? Ну, я бы поехала в подмосковные лагеря все-таки. А мне кажется, это еще зависит, наверное, и от самих детей и семей. Да, не все готовы отпустить так далеко своего ребенка. Все-таки на море это... Ну, вот я мама, и, наверное, я бы не смогла отпустить свою дочь. А если это подмосковный лагерь, все-таки, ну, какое-то понимание того, что это рядом, всегда можно доехать, в случае, ну, как-то увидеться, позвонить. Мария, ну, в вашем лице мне хочется обратиться действительно ко всем мамам Одинцовского района. И сказать, что, конечно, с одной стороны, путевку в загородные оздоровительные лагеря получить достаточно просто. Для этого необходимо прийти в многофункциональный центр, как было в этом году, а со следующего года в личном кабинете на портале государственных услуг подать заявку на получение путевки в загородные оздоровительные лагеря. Администрация Одинцовского муниципального района паритетно распределяет путевки в зависимости от количества и от возможности приобрести такие путевки. 70% предоставляется детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 30% это детки, которые, мы говорим, одаренные дети. Но еще раз оговорю, что в Одинцовском районе мы считаем, что у нас все дети одаренные. Но в этом случае мы смотрим те грамоты, похвальные листы, сертификаты, которые родители прикладывают к заявлению с просьбой предоставить им путевку в загородные оздоровительные лагеря. И, конечно, приоритет это тем семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям. Семьи, которые потеряли кормильца, семьи, которые находятся не в простых ситуациях, семьи, которые у нас находятся под особым присмотром и надзором наших органов. Для таких деток мы тоже в первую очередь предоставляем бесплатные путевки в лагеря различной направленности. Вот если мы говорим о парке Патриот, куда у нас ездил Антон, то, конечно, здесь приоритет самым активным участникам юноармейского движения. Но в то же время это и дети из многодетных семей, и дети малообеспеченные, представители малообеспеченных семей. Поэтому и каждый имеет право на получение, но в то же время мы ограничены тем количеством путевок, которые возможно приобрести по нашим программам. Притом активное участие здесь принимает правительство Московской области. Более 14,5 миллионов выделено на летнюю здоровительную кампанию из бюджета Московской области для Одинцовского района. 12 миллионов – это средства бюджета Одинцовского района непосредственно. И, конечно, востребованность таких путевков у родителей очень высокая. Я помню, когда начинала свою деятельность, это около 15 лет назад было, и мне приходилось убеждать, уговаривать родителей о том, чтобы они своих детей отпустили в лагеря, и не боялись этого, что все находится под контролем администрации района. И это было очень сложно. Сейчас, к сожалению, очень многие родители хотели бы, но мы не сможем в этом году предоставить им такую возможность, но всегда есть возможность получить на следующий год путевки. Ну, тем более, с каждым годом это становится сделать все проще. Технически проще, да. То есть, если раньше нужно было идти в школу, брать заявления, писать, то сейчас был многофункциональный центр, а с следующего года это просто зашел дома, через интернет заполнил заявление, отправил все сканы всех дипломов и грамот. И ожидается звонок, да, ожидается звонок о приглашении в лагерь. Ну, а как мамочка, мне хочется сказать, что не надо бояться детей отпускать в загородные лагеря, потому что действительно здесь огромная социализация ребенка происходит. Не все просто, особенно если лагерь находится как раз в Подмосковье, потому что мама быстрее приедет, мама приедет чаще. А ребенок, когда первый раз отрывается от своей семьи, для него иногда это все очень непросто. И самое главное здесь выдержать первую неделю. И если ребенок очень сильно просится домой, не сдаться, отдать возможность ему привыкнуть к новым условиям, к новым друзьям, попробовать выстроить какие-то алгоритмы взаимодействия со своими ребятами, которые проживают с ними в одной комнате, находятся с ними в одном отряде. И тогда, я думаю, что это будет огромный-огромный плюс и для самого ребенка, и для его семьи. Ну, а когда наши ребята отправляются на море, конечно, волнительно, потому что в Анапу они едут поездом, в Крым они летят самолетом. И вот этот путь, то же самое, это и приключения, и возможность уже до начала смены познакомиться, подружиться с кем-то. Но я хочу сказать, что взрослые сделали все для того, чтобы это было комфортно, безопасно и интересно. Пришло время поговорить и про Крым. Олег, расскажи, в каком лагере побывал ты, чему научился, ну и как провел свои каникулы. Я была в лагере Art Quest. Это в Крыму, город Сакер, республика Крым. Мне там все сразу понравилось. И перед началом, то есть, когда мы были все в аэропорте, я уже познакомилась с некоторыми друзьями. С первых дней мне там все нравилось. То есть, утром мы просыпались, у нас была зарядка, у нас она делилась на физический и... Ну и на обычный вид. То есть, на турниках или просто разминка. Я ходил на тот и на тот вид. Ну, то есть, на другой, на один и на второй вид, да? После у нас там был сразу завтрак. После завтрака у нас были кружки. То есть, разные кружки. То были выжигания, то витраж. Там их очень долго будут перечислять. Их было очень много. Ну, наверное, и спортивные, и творческие, и разные абсолютно направления, да, были в лагере? Да, очень много квестов было. То есть, примерно каждый второй день был квест. У нас были много... Ну, еще очень... Мой самый любимый кружок, это кружок скалолазанья. Ты чему научился за это время? Всему выжиганию очень хорошо рисую теперь и просто, и паяльником тоже хорошо рисую, то есть, выжиганием. Много принес сувениров, ракушек, загорел и надышался свежим воздухом, свежим морским, морским воздухом. Если бы тебя сегодня спросили, Олег, может, ты останешься дома или поедешь в лагерь, что бы ты выбрал? Пойду в лагерь, ну, конечно же, мне было очень жалко и обидно, то, что... Ну, мы со всеми моими друзьями прощаемся, у нас было 30 человек, и у нас каждый вечер был огонек. То есть, рассказывали, что больше всего понравилось за этот день. И я, как всегда, был в начале, всегда все рассказывала, и я был самой смешной. Вожатые интересные были? Вам с ними было интересно? Нам с ними повезло, они были самые добрые. Их зовут Нась, ой, нет, Юля и Тоня. Очень хорошие вожатые, добрые, позитивные. И надеюсь, что я с ними еще раз встречусь. Я хочу еще раз поехать, потому что мне там все понравилось. Ну, Олег, теперь дорожка известна для родителей, все знают. Наталья Славовна отдала подробную дорожную карту, как это сейчас принято говорить. Так что на следующий год, если ты будешь хорошо учиться, добиваться успеха в спорте, в творчестве, то я думаю, что все шансы есть, правда? Конечно, конечно. Шанс действительно всегда есть. Но я хочу сказать, что в лагерь АТКС выезжал еще руководитель администрации Татьяна Викторовна Одинцова. Она внимательно изучила все документы по безопасности лагеря, просмотрела все возможные лазейки, камеры, все, чтобы нашим деткам ничего не угрожало со стороны. Очень хороший пляж в этом лагере, ну, море с собой замечательное, прекрасная столовая, наших детей вкусно кормили, конечно, складром произвел большие впечатления, ну, и образовательно-воспитательная программа тоже была содержательная. Когда с ребятами проводилась встреча, то Одинцовские ребята сказали, что им очень-очень нравится, и их отдых организован на пятерку. Ну, это самая главная похвала и самая лучшая, наверное, награда организаторам всей летней оздоровительной кампании для наших ребят. Потому что это ведь колоссальная ответственность. Кажется, так просто найти лагерь, предоставить детям путевки, отправить их в пункт назначения, ну, и спать спокойно. Но ведь это совершенно не так. Конечно. Потому что действительно, вот, у каждого лагеря, который входит в реестр лагерей, и Московская область, и Российская Федерация, у каждого есть свой паспорт безопасности. Я вот сегодня слово безопасность произношу прямо вот много-много раз. Почему? Потому что это, наверное, да. Это не случайно, это очень-очень важно. Это самый главный, наверное, пункт, так же, как и питание, и образовательно-воспитательная программа. Вот, потому что мы должны создать все условия, чтобы родители не переживали за жизнь, здоровье и психическое состояние своего ребёнка. Вот мне бы хотелось всё-таки, чтобы вы сейчас таких пожеланий, несколько слов сказали тем нашим телезрителям, тем ребятам, которые всё ещё сомневаются, ехать ли им в детские оздоровительные лагеря, и сомневаются их родители. Ребята, я вам очень сильно советую съездить в лагеря. Это очень хорошо, и вы там познакомитесь с большим количеством друзей, и чаще всего будете с ними переписываться, и вы поймёте, что некоторые друзья находятся поблизости вас, и вы можете ездить с ними гулять. Конечно, в лагере ездить нужно, потому что, первое, это вы сможете активно провести свой досуг, второе, познакомиться с большим количеством людей, с которыми, возможно, потом будете близко общаться. Лучше ехать в лагерь, потому что вы можете познакомиться с любыми друзьями, познакомиться, то есть, со всеми вожатыми. В моём случае, у меня друзья, которые были в лагере, в моём отряде, оказывается, живут поблизости, тут в Денцово, в соседних домах. И мне очень повезло, и советую другим тоже ехать в лагерь, потому что это очень весело, интересно. Ребят, спасибо вам огромное, что пришли в нашу студию, что поделились своими эмоциями, рассказали о том, как прошли ваши каникулы в летних оздоровительных лагерях. Спасибо, Наталья Вячеславовна, за интересную беседу. Самое главное, что наши дети отдохнули и продолжают отдыхать. Да. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас всё обязательно получится. Пока! Субтитры подогнал «Симон»